Форсаж 4 Я назад не вернусь Форсаж 5 Провернём последнее дельце и исчезнем Навсегда Форсаж 6 Рио был моим последним делом Форсаж 7 Последняя гонка Форсаж 8 Устроим гонку Что ж, устроим? Для меня Google Pixel это не просто смартфон Это незабываемые эмоции, необычное открытие и любовь с первого взгляда Большинство смартфонов сейчас это пизлики и кирпичики, Которые ничем друг от друга не отличаются У каждого гуглофона есть душа Будь то ужасная 8а или Pixel 3, каждый из них чем-то уникален Возвращаясь на продукты Google, невольно пускаешь слезу ностальгии Казалось бы, такое можно сказать только отбитый фанат Google В моём же случае это далеко не так Я адепт техники Apple и сижу на их экосистеме более 5 лет Но в девайсах яблочников уже давно нет души Все они безликий конвейер, который призван фармить бабки С Google же всё совершенно наоборот Сегодня же речь пойдёт про топовый смартфон корпорации добра Pixel 8 Pro С ним я уже более двух недель и за это время мы успели пройти от любви к ненависти и обратно Обо всём расскажу в этом видео Начну же я с того, почему так задержалось это видео Да просто потому, что я не люблю обозревать девайсы Google на самом старте Во-первых, это очень затратно, а во-вторых, совершенно бессмысленно Любой смартфон Google после старта продаж Это генератор случайных багов и сбоев Исправляет это Google чуть больше, чем через полгода Совсем недавно как раз прошёл очередной фичер дроп И с ним Google исправила практически все проблемы восьмёрок По этой же причине в топах Ютуба висит куча негативных обзоров пикселей Богатые дядечки берут гуглофоны по оверпрайсу без понимания их природы И бомбят на камеру, ибо им лень делать обзор через полгода Я же как самый неподкупный и независимый обзорщик Сегодня я расскажу вам о правильном Google Pixel 8 Pro И почему я решил на него перейти с iPhone 15 Pro Как и говорил, на самом старте за пиксели просят какие-то конские суммы Сейчас же прошку спокойно можно взять тысяч за 60 в былу состоянии И за 65 можно ухватить новый вариант Я же свой брал бы ушкой, привет Павлу Из минусов только царапки на блоке камер, которые и так появляются со временем из-за глянца Ну а начнём мы с того, что это лопата Огромная мобила, практически как iPhone 15 Pro Max Что для меня, как адепта компактов, страдающего от ужасной батарейки прошечки, очень даже важно Казалось бы, пиксель со своим плоским дисплеем будет жуть каким неудобным На деле же всё совершенно не так Идеалом фаблетов по эргономике я считал 7 Pro Теперь же это место занимает 8 Pro просто из-за того, что у него есть матовая крышка Сзади восьмёрка приятно скруглена Стекло матовое очень мягкое, чем-то похоже на Pixel 3 Из-за него телефон очень приятно держать в руке Кстати, прошку существует в четырёх цветах И самым ужасным из них, как и для любого пикселя, я считаю чёрной И со мной солидарен весь Авито Цветные гуглофоны стоят где-то на 10% дороже чёрных По той причине я предлагаю ввести новый тег Black Pixel Lives Matter Черныши не должны ущемляться со стороны продавцов на Авито Ладно, вернёмся к эргономике Будто бы на рендерах 8 Pro казался неуклюжим и неудобным На деле же он даже приятнее восьмёрке из-за матового стекла Такой же эффект, кстати, есть и у Pixel 8a Ещё и приправленный очень лёгким корпусом Другая проблема, что 8a у Google получился в этот раз уродом Которого почему-то оправдывают все русские блогеры Даже вон Романцев подключился Так, я не-не-не Так Тут кто-то сказал Романцев? Начинаем разбор Это андроид с кучей фишек за недорого Pixel 8a, 120Hz, Stensor G3 и куча фишек и меративного искусственного интеллекта Прикольно корпус Всё то же самое есть и в Google Pixel 8 Причём с беспроводной зарядкой и отличной камерой Pixel 8a не поддерживает реверсивную зарядку по сравнению с Google Pixel 8 Red 8a вообще значит, что он уже одного снимает отлично и даже при слабом посвящении Камера в Google Pixel 8a от Google Pixel 7a А, соответственно, в Google Pixel 8 стоит намного лучший сенсор И снимает он намного лучше Включение и будут отличные снимки за счёт алгоритма Google Всегда выжимает максимум Причём сразу к всей красоты Элитный экран Подснизим разрешение И мы впервые в бюджетника от Google Экран 120Hz Видишь, нельзя пройти мимо безумно-толстых рамок Но по факту вы привыкли к технику через 5 минут Если вам... Никто не привыкнет к рамкам Google Pixel 8a, кроме юзеров iPhone 11 Видимо, вот этот вот человек является юзером iPhone 11 Возьми Google Pixel 8a То же самое есть в Google Pixel 8a Детали на Pixela продаются в официальном сервисном центре И в целом они привозятся к нам Да и как бы всё то же самое есть в Google Pixel 8a Только с тонкими рамками, лучшими камерами Реверсивной беспроводной зарядкой И чуть улучшенным Tensor G3a Который в целом уже не греется просто из-за того, что Pixel 8a вышел раньше Поэтому, романцев, пожалуйста, удали свой канал! Он тут периодически влезает, не обращайте внимания В общем, минусов по Кропусу у Pixel нет, кроме одного Рамка царапается об воздух, ибо это глянцевый алюминий Какие гении из Google решили поставить сюда глянцевую рамку из мягкого переработанного металла? Загадка В Pixel 8 и 8a, кстати, стоит такая же, только матовая царапается не так охотно Из Pixel, благо, ради экономии не стали выпиливать 25-ваттную беспроводную и 10-ваттную реверсивную зарядку Последний я постоянно пользуюсь для того, чтобы подзарядить либо телефон друга, либо свои наушники По проводу до 30-ти ватт, что стыд и позор по местным меркам Но все же, по крайней мере, не загоняется в гроб аккумулятор смартфона Экран это то, за что я люблю каждый пиксель Ну, 8a исключения Рамки практически равномерные, снизу, если сильно приглядываться под спайсом, я не знаю, не проверял, мне просто друг рассказал, можно увидеть расхождение в виде небольшого подбородка Разрешение, цветопередача, антиблик, все это на высоте, как и в любом пикселе Google очень редко экономит на матрице В 8-ке, на удивление, даже нет ужасных выгоров, как на 7 Pro, а также практически отсутствует шин Последний я не вижу, но знаю, что многие по стопам Стас Айкак просто постоянно бесятся по поводу этого 120 герц LTPO завезли, яркости хватает, в общем, Google довела свой дисплей практически до идеала Отпечаток пальцев срабатывает моментально и расположен в правильном месте Привет селмешкам с кривыми сканерами, которыми неудобно пользоваться Давайте дружно признаем, в Google Pixel 8 Pro ужасный звук В целом, как и в любом пикселе Музычко! Безусловно, он неплох, даже хорош местами, но это не уровень флагманов, а скорее среднем бюджетников, ну, баксов за 300-400 Это не то, что не динамики iPhone 15 Pro Max и Samsung S2 4 Ultra Это даже не Xiaomi 14 В пикселе динамики не очень громкие, звук чистый, но плосковат Также звучал в целом и Pixel 7 Pro, в общем, не получается у Google в хороший звук Хотя, для меня это не так важно, ибо я в основном слушаю все через наушники А с ними тут все очень даже хорошо Есть и LHDC, и LDAC, и Special Audio В общем, с Sony VH1000XM4 пиксель звучит потрясно Внутренний мир у Pixel 8 Pro при его цене просто великолепен Google Tensor G3, детище Samsung, 12 гигабайт оперативки и 128 гигабайт основной памяти в моей базе Ты недооцениваешь мою мощь! Тензоры ругают все Знаете почему? Да, потому что делает их Samsung на базе Exynos, которые славятся своим перегревом, троттлингом и вечными лагами Именно такое сравнение я слышу от большинства блогеров, которые взяли PP8 Pro на старте и, конечно же, не разобрались в природе Google фона Сейчас же смартфон работает практически идеально Даже на Android 15 Tensor G3 не греется, багов замечено не было В общем, паника прошла, компания добра все исправила, мобила работает идеально Правда, дальше обычных задач, которые может выполнить даже Google Pixel 3, восьмерка не пройдет В системе простых приложений а-ля мессенджера, браузер, киносервиса и музыка все работает идеально Но покупать Pixel для игр – фатальная ошибка Это не смартфон для гейминга Никаким боком Да, Tensor G3 сложно назвать слабым камнем Он способен запустить тот же Genshin Impact на высокой графике, но, согласитесь, это далеко не флагманский результат И расстрой хейтеров G3 не греется, даже не пытается Смартфон работает как часы и лишь иногда бывает слегка теплым Меня же куда больше волнует поддержка, ведь Google заявила о семилетнем цикле обновлений всей линейки Google Pixel 8 Из этого же вытекает логичный вопрос Что они там поддерживать будут, когда топовый флагман имеет на борту проц по мощности, уступающий камнем двухлетней давности, да еще и память стандарта UFS 3.1 в 2024 году? Еще никогда, Штирлиц, не был так близок к провалу Все флагманы, к примеру, OnePlus 12, Samsung S24, Vivo X100 Ultra, Xiaomi 14 уже давно перешли на современный стандарт UFS 4 и сделали это далеко не в этом году В смартфоне, который будет обновляться дольше всех вышеперечисленных, стоит чуть воняющее железо, которое всего лишь несколько лет еще будет хорошо смотреться С другой стороны, практически никто в здравом уме не берет себе смартфон на 7 лет, в основном на 2-3 года и потом его меняет, а этот срок восьмерка спокойно отмотает Я подавляющее количество времени ходил с Pixel 8 Pro на Android 12 Beta 2, которую можно назвать относительно стабильной Система великолепно работает, особенно по сравнению с бетами iOS и смартфоном на самом деле можно пользоваться, даже о ком он держит хорошо Однако у Google есть одна большая проблема, бардак с прошивками, к примеру, на моей бетке есть одни полезные фишки, вроде чуть освеженного дизайна, записи окон и Notification Cooling А вот уже на стабильном Android 14 есть другие, которые пришли после Feature Drop И добавлять их в 15-й Android Google с желанием не горит, поэтому и приходится выбирать между двумя системами, которые имеют совершенно разный функционал Еще я успел опробовать обновленную Gemini, с которой возникли некоторые проблемы Во-первых, ИИ, который работает нативно на смартфоне, требует постоянного подключения к интернету Почему Google тогда зажала нативную Gemini для всех остальных смартфонов, если ей все равно нужно подключение к серверам Google? Кто ж их поймет? В целом, Gemini сложно назвать хорошим ассистентом По моему личному мнению, тот же Google Ассистент намного умнее Gemini, работает намного эффективнее и имеет чуть больше функционал А самое смешное, что на каждом устройстве та же Gemini работает в браузере бесплатно, также тупо отвечает, только еще умеет рисовать картинки Почему так же не может нативное? Хороший вопрос Сеть – вещи, за которые часто ругают седьмые и восьмые пиксели Я часто видел комментарии под видео про семерку с плевками в сторону этих поколений Алло! Станция! Мякишев! Что ты смотришь на меня, как Ленин на буржуазию! Где связь? Скажу так, на данный момент и на протяжении всего использования у меня не наблюдалось никаких проблем со связью на Pixel 8 Так, про связь. Значит, у меня для каждого смартфона есть базированный бенчмарк Я регулярно хожу в спортзал, который находится в подвальном помещении И там очень плохо ловят сети В итоге, Google Pixel 8 Pro в этом зале ловит LTE Ну да, плохо ловят, но хоть как-то сигнал добивается При том, что все остальные смартфоны, в большинстве своем, просто сидят без сети Это iPhone 15 Pro, это, к примеру, Samsung Z Fold 2 Ну, Pixel 7 Pro только ловил 3G И то это было очень плохо Тут же все просто великолепно Главное, из-за чего покупают Pixel'и – камеры И, честно говоря, тут даже никаких подводных камней нет Ведь любой гуглофон, даже Pixel 1, фоткает великолепно для своего времени Восьмерку не обделили, даже скорее повысили градус крутых фишек, о которых хочется рассказать Основной блок камер состоит из широкоугольного модуля на 50 мегапикселей 5х-телевика на 48 мегапикселей и ультраширика на 48 мегапикселей Основу фоткает хорошо, в целом, как и на любом пикселе, снимки выглядят натурально, кошерно, все отлично Ширик также неплох, по сравнению с 7 Pro практически ушло мыло по краям, а также существенно улучшилось качество с точки зрения деталей Телевик также неплох, в целом, по качеству он практически не продвинулся вперед по сравнению с 7 Pro Возможно, чуть поменялись цвета и ночью снимки стали поприятнее Кстати, именно в темноте восьмерка, как обычно, разносит всех своих конкурентов на любой модуль своего набора Всему помогают встроенные алгоритмы И практически про них мы сейчас и будем говорить Нативно на смартфоне спокойно можно стереть ненужные объекты, что, как обычно, работает не лучшим образом Подкрасить небо, убрать размытие, ну или же превратить фотку в портрет Но все это мы уже видели в прошлых пикселях Главное же это и и обработка Включается она вот тут сбоку и позволяет сделать фото еще лучше При помощи облачных сервисов пиксель может намного точнее удалять объекты с фото, увеличивать и уменьшать предметы, а также менять лица на групповых фото Покажите-ка мне то же самое на iOS Но это еще не все, ведь пиксель умеет снимать видео Как и любой смартфон в целом, но тут подход отличается Восьмерки уже делают это недурно, да еще и обзавелись парой фишек Картинку видео в целом можно подстроить под себя при помощи эффектов Пиксель еще позволяет убрать фоновый шум и подключить программный стаб, который нативно обрабатывается на телефоне Ну и как же не рассказать про видео в буст? Главную фишку Pixel 8 Pro Функция буквально в разы улучшает видео со смартфоном Вот вам один из примеров Ну что ж, дорогие мои подписчики, давайте испытаем видео буст, как он работает на Google Pixel Я чуть-чуть потрясу камерой Тут еще очень сильный шум Но в общем-то, я уже пробовал, работает он неплохо Но единственное, только в 30 кадрах обрабатывают видео То есть, если я поставлю 4К60, никакого видео буста не будет И это обидно Фронталкой я в реальной жизни не пользуюсь Но ее качество вы могли оценить по подсъемам восьмерки В общем-то, камера в Pixel это все еще главное его преимущество Ни один Android-производитель не то, что не может оптимизировать датчики столей недавности так же Да большинство даже до такого уровня качества не может дойти Последнее, о чем хочется поговорить, это автономность Я решил ее проверить на реальном использовании Так, всем доброе утро На часах 8.31 И мы начинаем тест автономности Google Pixel 8 Pro на реальном использовании У нас 100% Я снимаю телефон с зарядки И начинаю пользоваться в течение дня Ну, может даже чуть побольше На часах у нас 13.03 Это Google Pixel 8 Pro Все еще И осталось 76% Так, на часах 16.37 И на Google Pixel 8 Pro все еще 55% Так-так-так-так-так У нас на часах 21.16 Но на Pixel 8 Pro 34% Ну что же, дорогие мои друзья На часах 11.40 Это обозначает, что мы завершаем тест автономности Google Pixel 8 Pro У нас еще 11% заряда Это где-то 20-30 минут работы И давайте посмотрим, что же у нас по Работе телефона По экранному времени А тут у нас 4 часа 20 минут И плюс я еще очень много слушал музыку Ну, в целом, очень даже неплохо Особенно для Pixel'я И после iPhone 15 Pro, который жил вообще там 2 часа экрана В целом, я не ожидал ничего хорошего от Pixel 8 Pro После 7 Pro, который базированно доживал до 5-6 вечера Даже больше скажу В самом начале восьмерка меня очень разочаровала Ибо доживала до обеда Но уже через пару дней случилась та самая магия оптимизации Google Смартфон стал спокойно доживать до конца дня Без каких-либо подзарядок Единственное, из-за тормознутой зарядки Pixel подпитывается целую вечность Можно, конечно, взять оригинальный адаптер по цене пучки Но я, пожалуй, продолжу питать свой гуглофон от маковского адаптера Что ж, это был мой опыт использования Google Pixel 8 Pro И я не могу назвать его полностью положительным В смартфоне куча недочетов, которые с первого взгляда кажутся очень внушительными Но если здраво поразмыслить всего лишь пару минут Уже можно понять, что для нормального человека все эти недостатки не так критичны Давно ли после покупки Google Pixel 8 Pro выиграли в Genshin Impact Слушали музыку на полной громкости через динамики Ну или же хотели убить аккумулятор зарядкой на 150 ватт Возможно, что в таком случае вам стоит рассмотреть другой смартфон Ну, к примеру, игровой Не хотите RGB-подсветку? Так возьмите что-то более спокойное К примеру, OnePlus 12 Pixel это особенный смартфон, который не каждому подойдет С одной стороны, у него много изъянов С другой же, ни один Android-флагман не даст такой же стабильности и не будет настолько же уникален Для меня практически каждый гуглофон это произведение искусства Я тут собираюсь пользоваться тройкой, которой практически 7 лет И даже настолько древний кирпич в 2024 году смотрится свежо В первые дни Google Pixel 8 Pro воспроизводил на меня вау-эффект Я сидел как маленький ребенок и удивлялся множеству фишек, которые дает Google в своем новом смартфоне Напоминаю, это было после седьмой прошки, которая чувствуется совершенно по-другому Google на самом деле умеет удивлять своих пользователей даже смартфонами, которые разделяет одно поколение И даже сейчас, практически через месяц, восьмерка все еще чувствуется как уникальный и максимально приятный смартфон Который каждый раз после включения воспроизводит детский восторг Вот она, магия Google Благодарю всех за просмотр этого видео Будет интересно услышать ваше мнение, дорогие вы мои, про Google Pixel 8 Pro Я регулярно читаю все комментарии и отвечаю на вопросы Также напоминаю про наш телеграм-канал Там регулярно публикуются тонны информации из жизни наших админов, а также инфа по будущим роликам Ссылка будет в описании Ну и посмотрите вот эти видео, они тоже очень интересны Такая вот история Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...